итак как сделать настоящий батут своими руками так короче это был батуту между прочим на секундочке сколько лет короче это была моя первая работа для детей в 2000 году сделано алена можно как-то немножко фотогеничнее класс причем что это маленький батут а вот больше вот большой вот но но у него нету где-то тент пропал за 18 лет мы не можем найти этот был с половиной метра вот это 4 вот этот 3 метра короче дети с него не слазили ну так что вы хотите 22 кабана блин я не могу я не могу ты ложись ложись просто ложись ложись ты не кричи что ты ну ты что градус Андрей только спокойнее потому что ему 18 лет Андрей сейчас дырочка прорвется и ты просто на пол нет у вас достаточно заинтриговал то сейчас расскажу как же построить настоящий батут огромного размера для всей семьи для детей жена кстати ваша оценит и что для этого нужно так получается что видео уже доснимаю зимой начал весной ну как раз самое время уже разобрать батут потому что весь сезон он стоял во дворе им пользовались и приносил удовольствие ну научил как это сделать тоже и так как сделать батут кстати если заметили это уже более поздняя версия батута и здесь можете заметить очень густо установлены пружины то есть это своеобразная была гонка вооружений когда мои дети росли вес их тоже увеличился и поэтому чтобы они при прыжках не доставали до земли сначала я сделал выше вот эти ножки длиннее а следующее пришлось конечно увеличивать мощность и количество пружин вот сколько их нужно и под какой вес это рассчитано я тоже это все покажу то есть вот еще раз показывал тот батут здоровенный но к нему тант не сохранился к сожалению здесь почти 4 метра зеркало для взрослых вообще бомбезная вещь этот был первый чуть поменьше но тоже поверьте от его использования удовольствие ничуть не меньше значит смотрите сделан 32 водопроводной обыкновенной трубы сварен на торцах сделаны вот такие соединения из уголка и стягивается просто на болтах раньше был первый вариант вот сюда вкручивались гайка была варена и вкручивались ножки с болтом но практика показала что надолго их не хватает поэтому было просто решение вварил вот такие втулочки куда просто вставляется ножка да дети прыгают он просто бывает подскакивает но ножки оттуда не вылетают очень удобно разбирается собирается очень быстро проблем проблем нет сейчас я его буду разбирать и показывать с каких частей он состоит уберем снег кстати никогда не вздумайте накрывать батут пленкой ни летом ни тем более зимой потому что иначе вы его превращаете в бассейн пленка наберется воды пружины растянутся и он просто превращается в бассейн лишняя нагрузка на пружины просто ни к чему итак батут очищен от снега я рассказываю как я его делал значит смотрите в принципе в 2000 году и сейчас вот эти все ткани типа специальные для батута они где-то есть но стоят они не дешево и поверьте особой разницы нету я бы взял обыкновенный обыкновенный габардин вот так вот я вам скажу поскольку тканями занимались ничего сверхъестественного вот видите можете заметить он разорвался да этому тенту еще раз на секундочку порядка 15 лет наверное не меньше ну вот в последний раз дети на нем прыгали и он начал трещать то есть его хватает реально на очень долго по стоимости ткань была по-моему что-то около двух долларов за метр погонный в метраже полтора метра идет оно сшито было с двух кусков как видите вот здесь в виде шов и снизу поперечно точно так же накладен еще один кусок такой же ткани все это вместе сшито в один тент по краю сделан вот такой вот загнут я снизу покажу вот видите и во внутрь вставлен жгут который идет для тентов благо тоже уже все это есть в продаже никаких проблем с этим нет сейчас я найду где у него конец где он вставлен я не вижу а вон он вот чтобы вам было понятно обыкновенный такой вот трос с воплетки мягкой гибкой он не изнашивает ткань и просто зажат комутом все вот он крепится внутри в тенте вот так вот пружина тоже идет специально сделал кстати я его в жизни не видел тогда в 2000 году ну как говорится методом научного тыка сам вот придумал как это сделать сейчас я его выему одну пружину покажу вам как она устроена итак вот она эта пружинка я ее вынимаю показываю значит она имеет два крючка вот этот цепляется за металлическую край батута просто за счет того что вставляется в отверстие и вот так вот он как бы работает никогда пружины у меня не вылетали отсюда такого не было хватает вот такого небольшого зацепа и с другой стороны вот такой гачочек крючочек сюда просто продырявил в начале ткань вот так вот заводил и сила его протыкал и сюда вот заходит оплетка гибкая и тоже фиксирует надежно пружину за край батута таким образом нагрузка от того когда дети прыгают на батуте или кто там прыгает передается на корпус и все система работает цепляете точно так же по кругу но лучше через какой-то промежуток иначе сант сильно провиснет и его потом тяжело натягивать зацепил батуту 18 лет на секундочку пружины немножко поржавели конечно но тем не менее абсолютно работоспособны если их отдать на пескоструйку почистить и покрасить будет как новенький вот и тант можете посмотреть что он собой представляет вот уже разобрал часть вот тант крупно чтобы вам было видно вот так он пошиб что интересно кто следит за моим каналом тот знает что есть моя придумка называется Z-ворота Z-система подъемно-поворотные вороты на 4-х рычагах так вот первый опыт в изготовлении пружины расчета как ни странно я получил именно при постройке батута и кстати да сразу могу заметить что могу сделать расчет пружин под вес необходимый который будет нагружаться батут и плюс еще одна штука чем больше диаметр батута тем мощнее и длиннее нужны пружины то есть там есть свой нюанс и это нужно рассчитать иначе придется так как у меня увеличивать количество их чтобы добиться нужных характеристик что не очень гуд я уже запарился их снимать 120 штук это много итак тент снят остался каркас вот вот тент теперь нужны ключик на 19 чтобы открутить вот эти вот гаечки итак получился вот такой мешочек пружинок то есть тут чуть больше 120 штук потому что на вот это зеркало на вот этот каркас стало 120 по 20 штук на колено вот это а на вот тот большой который вот там вдалеке он большего диаметра соответственно и пружин на него идет больше поэтому всего у меня пружин где-то 150 штук где-то вот так итак приступаем к откручиванию гаек вот так вот мы откручиваем главное сорвать а дальше она уже идет от руки так вот она то есть весь батут состоит из шести таких частей они все сделаны по одному шаблону когда вы их скрутите вместе вот эти болты они здесь приварены получились такие шпилечки так намного удобнее разбирать их каждая часть батута промеркрованного тут вот видите есть такой пропил то есть тут одни две рысочки там дальше две три и так дальше чтобы не перепутать какая часть куда подходит вот так вот так делал я и так вот открутил еще одну секцию вот она тут уже отсоединилась чуть-чуть подвигать вот она вот она деталька здесь просто вставляется ножка вот ножка вот что у нас тут представляет тоже тот же самая труба здесь я завалил вот да такие такие чтобы они в грунт не встревали потому что сначала плитки у нас не было да а вот самые эти детальки из чего сделаны секции то есть тут вот уголок к нему приварены болты здесь тоже труба в трубу заварена такой палец сделал и вот обратная часть тоже самое здесь она приварена надежно то есть вот этого абсолютно достаточно чтобы получать удовольствие смотрите вот это одна деталь повторяете 6 раз и получаете крутячие развлечения для всей семьи вот и весь каркас разобран и для этого понадобился только один ключик на 19 все вот все весь каркас разобран в виде хочу сразу показать разницу в ножках вот ножки как бы для взрослых детей были сделаны вот такая подлиннее длина коротенькой ножки 48 см а длина 70 см вот разбираю сейчас самый большой батут то есть видите вот машина проехала в середине насколько он больше для взрослых для детей даже нескольких человек можно скакать легко вот тант от него и не сохранился от активной эксплуатации он не пережил еще раз хочу сказать что просто взял от маленького батута поставил пружины на большой вы не получите нужного эффекта я с этим уже столкнулся то есть он резко потерял в мощности скажем так поэтому пришлось очень добавлять много пружин сюда чтобы можно было опять прыгать с тем же весом и так вот наглядно видно вот этот трехметровый батут у него секции по метр пятьдесят четыре то есть вот эти вот отрезки вот этот сорок сантиметров вот этот восемьдесят и этот опять сорок в диаметре получится когда мы сложим шесть вот этих частей получается ровно три метра диаметра вот это был два с половиной который маленький первый батут который на который был тант но чаще всего дети использовали вот этот трехметровый когда я сделал самый большой они с него реально не слазили итак еще раз повторю как собирается самодельный батут собирается при помощи болтов из шести секций таким образом получаете каркас под натяжку тента ставите ножки берете пружины устанавливаете их в просверленные отверстия предварительно когда все пружины зацеплены по всему периметру можно приступать к натяжке тента тент натягивается по диагоналям таким образом чтобы он не провисал когда он тент полностью натянут поставьте стульчик чтобы ребенку было удобнее подняться на тент и можно отдыхать удачи всем заходите на мой канал ставьте лайки будет еще много интересного